привет друзья с вами я владимир белов сегодня тема тема моего ролика что выбрать старый советский трактор как в нашем случае или новый китайский трактор к сожалению нового китайского трактора у меня нету но могу поделиться рассказать один небольшой опыт нашего деревенского наших деревенских людей жителей нашей деревни все началось несколько лет назад у одного нашего деревенского жителя был трактор такой же вот как у меня мтз-50 с двигателем с двигателем мтз-80 покупал он трактор тот также как и мне достался он в старом лохматом состоянии лохматом то есть там нужно был нужен был ремонт покупал он его мне этот трактор кстати достался бесплатно а ему тот трактор достался за 50 кажется тысяч рублей он ездил на нем работал выполнял какие-то работы и вот по прошествии какого-то времени у этот местный житель наш решил купить новый трактор маленький с размерность где-то меньшего класса меньше тягового класса с размерностью трактора т-25 то есть небольшой китайский мини трактор как они сейчас начали выпускаться советское время у нас знаете насколько мне известно рынок был закрыт вот внутренний и поставлялась только в основном такая техника русская советская на колхозы-совхозы зарубежных аналогов таких как бы не было не поступало во всяком случае мне это было неизвестно и по прошествии времени когда развалились колхозы-совхозы стали это все продавать председатели или там какие-то другие организации в наши жители да и вообще жители россии стали покупать из колхозов совхозов организации вот эти старые ненужные трактора стали они вдруг не нужно никому-то но они до сих пор как и знаем знаем мы в хозяйствах в личных подсобных меняются какие-то детали запчасти узлы агрегаты и трактора исправно работают нареканий во всяком случае нет это старая проверенная техника которая не подводит которая предсказуемый она не может подвести потому что если своевременно за ней доглядывать ну вот значит мужчина тот наш возвращаясь к своему началу рассказа мужчина тот захотел купить трактор т-25 но на до в данный момент все наши как известно производство все эти закрылись сразу с развалом ссср завода развалились практически все выпускать только трактор беларусь новый но новый трактор беларусь даже маленького класса тягого они стоят баснословных денег там наверное я возможно ошибусь но где-то наверно в пределах 500 тысяч ну возможно может быть и дешевле но наш наш герой поехал в город омск наш областной центр и там на одном сельскохозяйственном рынке базаре так сказать увидел китайский мини трактор новый название к сожалению я сейчас не помню не скажу но он был тягового класса как т-25 ну чуть поменьше тракторов с виду трактор с передком с передней ведущей мостом без кабины правда но с другой безопасности такая дуга была зелененький кажется зелененький цветом одноцилиндровый ну неплохой такой трактор хорошенький и загорелся куплю куплю этот трактор куплю этот трактор его спрашивает тот местный житель так ты тот этот мтз 50 будешь продавать нет мтз я оставлю я куплю этот маленький трактор китайский и буду на нем ездить в лес по грибы по ягоды ну и я вообще чего заработал я работал чего я не заработал на трактор своей жизни я хочу вот на старости лет как говорится покататься на новой технике но значит так вот денег тот трактор стоил где-то в районе 300 кажется тысяч 300 200 300 тысяч примерно так без кабины денег у него не хватало на этот трактор своих сбережений и они с супругой женой поехали филиал россельхозбанка и взяли кредит на покупку трактора данного маленького китайского мини трактора нового повторюсь приехали город на этот рынок сельскохозяйственный показали трактор когда продавцы узнали что у них еще и к тому же есть деньги что они его не берут не в кредит а платят живые наличные деньги они естественно там забегали вокруг них там закружились тут это все быстренько оформили за несколько часов и этот трактор благополучно загрузили на эвакуатор и привезли сюда в деревню дело было поздней осенью уже ноябрь был на носу было было это время происходило это все несколько лет назад года наверно 34 назад тому назад да вот наступила зима зима в тот год была такими небольшими оттепелями на оттепелями выдавалась у нас и значит тот мужчина имел возможность зимой покататься на этом тракторе с передком лучше передок есть передок там зацепил какую-то маленькую лопату что-то сварил ему кажется давай там ездить ну без кабины ладно без кабины новый есть новый трактор новая техника новая иномарка давай ездить кататься ну вот на тракторе стоит стоял трактор стартер аккумулятор заводился кнопочки то раз ключа с кнопочки джиг завелся и давай ездить побуксовал вдоволь набуксовался наступила зима зима благополучно прошла пришло пришла весна и заплатили и они стали они купили трактор и стали платить еще и к тому же кредит в россельхозбанке ну а кредит естественно там даже хоть он был на покупку сельхозтехники ну там были что-то проценты там то ли 18 то ли 20 ли наверно 20 с лишним даже сказать процентов высокие грабительские проценты ну че удивляться это россия у нас во все во всех банках такие проценты это на западе возможно там там три четыре сейчас вот вроде как снижать начали наши банки под ипотеку там вроде как до 6 возможно процентов по ипотеке если а это был просто потребительский кредит на покупку сельскохозяйственной техники к тому же он еще был тот кредит льготный они еще потом отчитались стали показали документы показали фотокарточки этого трактора филиале русских сельхозбанка чтобы отчитаться что действительно они купили такой трактор вот поставили на учет его выполнили все вот эти законные манипуляции там с трактором на учет страховка все дела и платили кредит за этот трактор трактор стоил я повторюсь где то в районе 200 260 кажется 300 тысяч и надо было заплатить за него еще по кредитам плюс проценты 400 тысяч нет надо было а ну да и вы вышел он у них вышел он у них с деньгами 400 тысяч рублей вот они взяли кредит и какие там проценты им насчитали какую-то страховку та 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 там всякие дела но они к тому же были еще пенсионеры обои мужчины этот и женщины супруга были пенсионеры им сделали вот там еще до почему такие высокие высокие кредиты процент был потому что они были пенсионеры пенсионерам повышенной процентной ставки в русских сельхозбанке на тот момент были сейчас я не знаю я кстати не брал ни разу кредит был как-то раз но это уже кончилось давно лично я но возвращаясь снова наши к нашему рассказу пришла весна этот мужчина завел несколько раз весной трактор благополучно на нем поездил покатался там буквально там три-четыре раза и внезапно заболел 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 и по прошествии недели он скончался ну что делать трактор 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 остался жена так стала платить за него кредит платила платил и вот буквально года два назад наверно закрыла все долги по этому трактору по кредитам по кредиту так тому на тот трактор вот у нее осталось два сына и одна дочь один сын у нее уехал живет в городе в другом регионе города работает на работе там получает зарабатывать неплохие деньги второй сын работает в нашем районе ездит на север потому что в районе работы так как таковой нет ездит на север работает там вроде как то ли водителем то ли трактористом и дочь с ними осталась с ней осталось и по прошествии вот этого времени сын старший сын сказал мне трактор не нужен забирайте делите все это хозяйство я обеспечен мне и так денег хватает младший сын средний сын сказал ну ладно я наверно заберу МТЗ 50 ну заберу заберу ну а тут то ли трактор вот это сам почувствовал такой вот этот МТЗ 50 то что хозяин его скончался стали заводить там попытались куда-то поехать и трактор застучал у него застучал двигатель сейчас трактору нужен ремонт ремонт двигателя растачивать вал ремонтировать вот этот мини трактор китайский он так как бы и остался попытались что-то они на нем выехать раза два прокатились ну и трактор по завещанию там все оставили его младшей дочери у дочери вроде как была там техника тяга к технике она вроде как буду ездить по ягоды по грибы ну вот ну и вот прошло несколько уже лет с вот этого случая и меня вот несколько дней назад разговаривал с этносельчанами подтолкнул к снятию данного ролика вот этот случай то есть сейчас трактор у них вот этот китайский мини трактор он новый практически там наезжено буквально наверно может быть 23 моточаса но новый трактор но он уже стоит у них стоит правда он у них под крышей за эти там пять наверное шесть лет которые он стоит безо всего наверно там уже я так думаю и резинки пропали и колеса наверно начинают лопаться аккумулятор естественно аккумулятор он был правда снят аккумулятор это естественно тоже пропал сейчас ну и вот заплачено было за него с учетом кредита с учетом всех вот этих процентов и каких-то вот этих ставок и страховок был заплачен за него в районе там 400 тысяч трактор мтз-50 вот она сейчас кстати начинает продавать его по довольно низкой цене просит за него там в район однако то ли 50 то ли 80 тысяч ну трактор неплохой но единственное то что там нужен ремонт двигателя нужно растачивать колено вал коленчатый вал ну и вот наши односельчане как-то здесь стали рассуждать разговорились вот так вот вот этому вопросу по тракторам что выгоднее китайский новый трактор или русский старый лохматый естественно тот кто хочет купить трактор смотря конечно для чего но я не знаю мне кажется нецелесообразно покупать такой вот за 400 тысяч трактор но хотят что новый там но вы скажете зрительный мой скажет ну наверно зато ты сейчас зальешь соляры будешь ездить там несколько лет ты не забудешь заглядывать и вообще техника китайская неплохая хорошего качества вот а это старый то этот советский то это надо запчасти то 5 10 ну друзья конечно я отчасти соглашусь с вашим мнением действительно старый лохсоветский трактор нужно в него вкладывать деньги какие-то но смотря конечно что от техники требовать это колесный трактор это совершенно другой класс и он может выполнять различные сельскохозяйственные орудия работы с орудиями различными и тот кто покупает трактор или хочет купить естественно 50-80 тысяч это не такие уж большие деньги можно купить его к примеру и вложиться там 20-30 тысяч вложить и вот тебе за сто с лишним тысяч будет у вас неплохой ходячий белорус трактор который будет выполнять все ваши прихоти возить вас на ту же рыбалку на ту же охоту еще там куда-то по ягоды в лес по грибы шабашить можно или вот купить вот этот китайский мини трактор ну хотя сейчас сейчас еще по прошествии этого времени продают еще больше вот этих японских всяких бушных тракторов мини тракторов или еще там что-то подобное ну повторюсь это 400 тысяч рублей кто захочет вот выложить такую сумму за такой трактор но он естественно у них сейчас стоит без движения уже несколько лет никто не заводит его с него наверно там сдувает столько пыль накрытый он вроде как у них там пологом так что вот так вот друзья что подводя итог заканчивая свой ролик хочу что сказать каждый хозяин барин и каждый покупает ту технику которую считает нужным так что впредь друзья если кто-то хочет купить одну технику другую прошу задумайтесь друзья учить учитывайте все риски нужно ли это вам техника по цене или не нужно естественно сейчас кто-то скажет нужно там эта техника хорошая ну здесь как чаша с двумя весами вот весы то есть двумя чашами одна такая другая такая и вот попробуйте выбрать вот ну вот такой вот мой вот такие мои наблюдения деревенские трактор они тот и другой не продали вот те хозяева вот так вот ладно друзья заканчиваю прошу если будет кому интересно выскажите пожалуйста свое мнение чтобы вы купили и целесообразно или нет покупать там старую советскую технику или новый китайский трактор вот так вот ладно с вами был я владимир белов всем удачи и пока пока вот так вот